Боже ты мой, боже ты мой, красавица. Вот так вот государство нам помогает с лампочками. Всем доброе утро. Оделась? Ну-ка, показывай штанишки. Небольшие они тебе? Или маечка не маленькая? Маечка, нормально. Штанишки подтягивай, пожалуйста. Ой, она тебе большая здесь. Сатумбла. Ну? Ну. Ну, все. А ты оделся, чемпион? Да. Али, пижама на место. Алиса, волосы расчесывай. Алиса, али. Ох, кукелка у меня. Кукелка растет. Красавица. Мама не нарадуется. Рафа. Али. Али. Всем доброе утро, мои хорошие. Ой, вид у меня, конечно, как всегда, непрезентабельный по утрам. Вот, я уже позавтракала, сейчас детки будут кушать, и мы одеваемся, едем в школу. Сегодня у нас, я читаю сегодня в школе, у Алисы, во всех классах, в шести классах, читаю я русские сказки. Вот, так что мы нашли костюм, нашли костюм Алисенку. Мне не нашли, точнее, мне одолжала русская девочка костюм, но с костюм Снегурочки я как-то, я посчитала, что будет не очень, конечно, интересно. Алиса, хватит меньше. Будет не очень интересно, если я буду в костюме Снегурочки все-таки. Хотелось бы, что это более национально, но будет одета в костюм русский Алисенок. Так что я ее одела сейчас в шортике, точнее, в леггинсы и в маечку. Одену сверху платье, и когда я буду уходить, я с нее сниму это платье, чтобы она его не испортила. И она останется в таком виде. Да, Кокелка? Да. Так, идем кушать. Что ты будешь кушать? Кушать, Алиса, время уже. Иди кушать, выбирай. Что ты будешь кушать? Алиса, будешь долго надумать. Али, приятного аппетита. Алиса, стань, пожалуйста, на секунду. Алиса, стань, стань, стань. Я покажу тебя, и потом будешь одевать туфельки. Ну что, наша звезда, только ну-ка покрутись, Алиса, покрутись. Боже ты мой, боже ты мой, красавица. Русская красавица моя, да? Али, одевай туфельки. Вот, моя звездочка готова идти на русские рассказы. Мамы нет, конечно, не оделась, но зато Ра Алису одела. Алисанька, одевайся, ничего не текай за собой. Али, Рафульчик. Али, все, покажусь я и помчимся мы на оленях. Так, я в моем костюме, в моей футболочке, в которой я таким вот вырезал. Не вырезал, а просто такой фасончик, мне нравится очень. Мои джинсы обычные. Вот, и все, ничего особенного, видите. Все, помчались мы. Всем хорошего дня. Смотрите, кто к нам прилетел вчера вечером. Так и сидит на крыше, не хочет никуда уходить. Надеюсь, так к хорошему, а не к плохому. Он даже с нами разговаривает. А, к нам приехал почтальон. Вон там желтая машинка. Что ж там привезли-то? Аж интересно. Арно, что ты, Арно, привезли. А, нет, нет, нет. А, нет, нет, нет. Это лампочки, которые мы заказывали, бесплатно, не видно меня. Приехали к нам лампочки, которые мы заказывали бесплатно. Вы знаете, что государство нам дает бесплатно лампочки в этом году. Не помню, сколько, а точнее, бесплатно. Мы, по-моему, несколько евро платили. Вот так, сейчас покажем, какие лампочки. А, нет, нет, сколько лампочек. Я не знаю, что это у вас, дорогая. Я не знаю, что это у вас. Ага? Есть ли у вас бюджет для того, чтобы понять, сколько у вас получили? У вас есть сколько? Мы будем считать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14, 16, 18, 20, 25 25 лампочек, по-моему 5 евро за них платили, не буду врать 7 ватт, это 50 ватт 7 ватт, это 50 ватт 7 ватт, это 50 ватт 5, я думаю, мы пили короче говоря, что недорого, в районе 5 евро что такое, заплатили за 25 лампочек вот, так что так вот государство нам помогает с лампочками у них в этом году идет распространение лампочек которые экономные которые немного электричества используют чтобы светить дом вот, так что спасибо государству, видите, а плюс сейчас откроем тюрьму ой как-то странные они как-то странные лампочки, блин не такие, как мы покупаем у нас вон они, вон такие, видите а это какие-то странные сколько тут вниз 7 ватт, а она как 50 ватт в свете там, блин, ничего не видно ммм, класс спасибо государству так, ну что я вам отчитаюсь за... за что? да, за как у меня прошло сегодня утро в школе, потому что я только что выспалась, выдрыхлась зашла домой, пообедали я заболелась, еле-еле выспалась наверное, у меня будил несколько раз не могла проснуться, еле-еле глаза открыла сегодня ж я ездила, читала книжки деткам конечно, Алисенок довольная счастливая, она со мной ходила в наряде там, русском народном вот, Алисенок была в наряде русском народном, который нам одолжила знакомая русская девочка и... ее учительница увидела, что она в этом наряде и она ей предложила сходить везде со мной по всем классам, потому что 6 классов в каждом классе мы оставались по 15 минут было 4 мамы, которые пришли рассказать на иностранном языке что-нибудь я читала книжки, другие мамы там что-то еще другое рассказывали, не знаю что вот, и мы а мы с Алисенком ходили по классам тоже, Алиса со мной осталась, и конечно она довольная была такая гордая все же ее знают в каждом классе она рассказывала она считала по-русски, она показывала куклу матрешку которая открывается несколько раз объясняла, где Россия находится на карте ну короче говоря, такая довольно счастливая там, у нее же глазки в этих плюсках были нас фотографировали вот так что мы с ней я пока читала, Алиса рядом сидела вот так что, конечно утро было прекрасно, мне очень понравилось понравилось с Алисенками, мне понравилось того, что Алисенок у меня довольная была она у меня и мы каждый раз в Рахаре когда приходили другие классы, все Алиса Алиса, какая что красивая и все такое конечно, потом я когда ушла мы закончили без 15-11 я когда уходила, сняли снял этот костюм потому что они потом ходили играть на улицу, не дай бог порвет поломает костюмчик и в одном, кстати в одном из классов оказался мальчик усыновленный в России вот маленький Костя в школе только лишь 6 месяцев как мальчик из приюта российского там где дети, как у нас в российских приютах вы сами понимаете, знаете ребенок практически не разговаривает когда мне сказала учительница младшего класса, что а мальчик у нас Константанин он в классе у нас находится он из России мама с папой его усыновили я естественно к нему обратилась сразу начала с ним говорить на русском ты мне понимаешь, как тебя зовут и был на меня смотрел как-то вот знаете странно она мне сказала, вы знаете он только 6 месяцев как во Франции я думал, что давно было он говорит, нет он 6 месяцев как во Франции мальчик но он был в приюте детском до этого возраста ребенку получил сколько 3 годика до 3 лет он был в приюте он говорит, понимаете как они в приюте там практически даже учительница говорит, понимаете как они в приюте в российских занимаются не занимаются совсем с детьми вот так вот конечно видите, какое эхо у нас в российских приютах во Франции вот, ну я конечно довольна оставила свой контакт я уже встречала эту историю я знаю, что этот мальчик у нас в родственном детстве находится в нашем городе я оставила свои контакты а то есть кассирше, но она может быть не передала а может родители не хотели со мной сконтактировать но я опять оставила мой контакт в этот раз учительнице из таких, может быть понадежнее чем просто кассир в магазине и может быть она передаст мои контакты вот, родителям этого мальчика если они мне будут звонить будет лучше с мальчиком пообщаться детки мои пообщаются вот, так что оно еще, конечно, смешное было снимали смешное и интересное потому что когда он увидел матрешку он на нее начал он начал говорить слово но конечно не поняла ничего я так поняла а они говорят другое слово на эту матрешку и схватил эту матрешку и знает же как ее открывать он нам ее открыл он ее показал я говорю может быть ребенку в голове где-то там воспоминания какие-то о России сразу всплылили благодаря этой матрешечке и Алиса же была одета в этом руссконародном костюме там были у нее красивые всякие бусинки он подошел начал трогать ее костюм начал трогать ее бусинки он так заинтересовался Алисенком видимо где-то, 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 где-то у нее в голове что-то вот отложение ГЦ от России хоть вот вот так что так что вот я сейчас делаю слоника игрушку слоника у меня тут не видно сейчас я покажу вот это выкроечка буду делать игрушку слоника и сделаю эту игрушку так что надо вести на выходных так что поздравить маму с рождением ребенка и на следующей неделе или может на выходных посмотрим как с организуемся я хочу наконец-то сделать сумку которая обещала одному человечку подарочек так что наконец-то я возьмусь за эту сумку наконец-то я ее сделаю потому что мне уже неудобно пообещала ничего не делаю вот так что буду сейчас мою эту игрушечку шить плюс в гости почему ее пригласили соседская девочка так что они играют с твоим меняется она не отвлекает алисами постоянно мама со мной сделай это снова сделай со мной то так что все пошла сейчас буду я дальше шить время уже у нас пять часов вот ведь я проболтала то 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 и делала то деток покормила плавником то вещи лица опять перестала разобрала разложила и все время пролетело пять часов дня вот так что сейчас я буду делать моего твой слоника как его называют слюнявчика слюнявчик и вот этот для сосочки все али буду работать покажу вам результат так ну что попробуем спортом позаниматься так как у меня теперь есть обруч уля я теперь каждый день его кручу стараюсь по крайней мере каждый день так что пошли со мной крутить раз два три так ну что моих положенных 10 минуток я прокрутила слушайте как больно охренеть больно жутко конечно но надо надо крутить чтобы бока убирать алиска на меня катается котенок мой теперь она довольная теперь может она качаться высоко-высоко потому что раньше заграда мешала ограда забор мешал а теперь он высоко может кататься я накрыла вишню сеткой потому что как их называют птицы птицы воровать начинают гадости такие только вот я переживаю как бы мне не сломать вот это вот вот так что скоро будет у нас черешенка что алис мама с тобой может покататься можно так привет 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 это 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Детям не нравится... Детям творог, вареники... Точнее, детям вареники с творогом не нравятся... А я их бы ела-ела... Так что все, мы вас всех целуем и всех обнимаем... Дети... Всем пока-пока! Всем пока-пока!